...стенда по имитации различных авиационных сигналов, о которых он расскажет более подробно. Добрый день, меня зовут Костюк Андрей, я представляю Госни авиационных систем. Я хотел бы рассказать о нашем опыте использования оборудования технологии National Instruments. Значит, одна из многих задач, которую решает сейчас ГосНИАС, это построение большого стенда для проведения интеграционных испытаний комплекса бортового оборудования нового гражданского самолета. Этот стенд предназначен для испытаний всего комплекса, в который входят уже собранные и проверенные отдельно системы, и проверяется их взаимодействие, способность сохранить работоспособность в результате некоторых отказов, расчетных случаев и так далее. Значит, перед созданием этого стенда было решено включить в испытания также и радиосистемы, которые раньше заменялись математическими моделями, а сейчас решено было поставить полноценные системы. Соответственно, для этих систем нужно подыгрывать радиосигналы. И как раз такая задача по имитации сигналов радио, всевозможных, авиационных, была поставлена перед нашей лабораторией. Значит, мы имитируем практически все радиосигналы, системы навигации, посадки, наблюдения и связи, за исключением некоторых, которые не очень удобно делать. Вот полный список того, что мы должны сделать. Часть из этого, большую часть мы уже сделали, работа продолжается. Как видно, сигналов много, сигналы разные, частоты разные. И вот с помощью коллег из «Нечной Инструментс» мы сумели подобрать конфигурацию оборудования, которая позволяет нам это все реализовать. Мы сами пишем «Софт», программное обеспечение. На данном слайде представлен типичный процесс, алгоритм расчета сигнала. Да, хотелось сразу сказать, что испытания будут производиться на фоне моделируемого полета. Пилот-оператор стенда будет сидеть в макете кабины и в любой момент может отклонить штурвал так, как он хочет, изменить план полета. Соответственно, мы заранее не знаем траекторию полета. Соответственно, мы не можем заранее рассчитать все сигналы, записать их в хранилище и проиграть просто во время испытания. Нет. Мы все должны рассчитывать на лету в реальном времени. Каждый сигнал. И вот на этом слайде представлен типичный алгоритм расчета сигналов. То есть у нас есть три источника исходных данных. Это модель нашего самолета, который поставляет нам вектора состояний с нашего самолета. Это база данных наземных радиосредств, которые помогают нам рассчитывать сигналы. И модели окружающих воздушных судов. Используя все эти три источника данных, мы каждый раз для каждого маяка, для каждого источника проверяем попадание в зону радиовидимости. Рассчитываем информационный сигнал, рассчитываем дальность, рассчитываем огибающую и все отправляем на генерацию. Ну, для каждого сигнала есть своя специфика, но в общем процесс такой. И каждый такт у нас в 33 миллисекунды мы должны перерассчитывать все сигналы. Вот, собственно говоря, представлена структурная схема нашего стенда. Для имитации всех радиосигналов у нас 5 крейтов. Каждый из них управляется своим контроллером с операционной системой реального времени, иначе просто не обеспечить необходимый такт расчета. Каждый крейт плотно набит оборудованием радиотехническим, National Instruments. Также имеются станции управления, подготовки данных, интерфейсы оператора. Также они выполняют функции взаимодействия с источниками данных, внешними, с базами данных, с моделями полета. Все, что находится в пунктирной линии внутри, это все наш как раз имитатор, все там написано на языке LabVIEW. И приложение интерфейса под Windows, и приложение реального времени, и прошивки для PLIS. С другой стороны подключается, собственно говоря, комплект бортового оборудования. Через аттенюаторы, коммутаторы, разветвители и так далее. Здесь на слайде представлена номенклатура на использование нами оборудования. Есть векторные генераторы, которые мы используем для навигационных сигналов. Есть приемники и передатчики, которые мы используем для связных сигналов. И транссиверы 5791, которые мы используем для систем наблюдения. Значит, задачи, которые мы решили и решаем, и будем решать много. Подробно их рассказать очень сложно. Хотел бы остановиться только на одной задаче. Имитация сигналов бортовой системы предупреждения столкновений. Цель, задача этой системы – сообщить пилоту об окружающих воздушных судах, сообщить о тех угрозах, которые они представляют, дать оценку угроз. И выдать рекомендации, как эти угрозы следует избегать, какие действия следует предпринимать пилоту. Соответственно, чтобы сформировать всю эту информацию, бортовой системе предупреждения столкновений нужно обнаружить окружающие воздушные суда, измерить дальность до них и курсовой угол. Все эти действия осуществляются благодаря такой вот антенне. Здесь изображена диаграмма направленности этой антенны. Значит, она состоит из четырех секторов. Каждый из них, четыре канала, каждый из них остронаправленный лепесток смотрит вперед, назад, вправо, влево. Значит, последовательно ссылаются запросы вперед, назад, по секторам. Окружающие воздушные суда должны отвечать на эти запросы. Соответственно, принимая запрос, бортовая система предупреждения столкновений по разности прихода, ответа и отправления запроса может определить дальность. Угол курсовой можно определить за счет двумя методами – амплитудным или фазовым. Соответственно, в первом случае сравнивается соотношение амплитуд, пришедшего ответа на разные каналы. И либо во втором методе сравнивается разность фаз. Вот так примерно работает бортовая система предупреждения столкновений. Наша задача для этой системы – подыграть ответы окружающих воздушных судов. В первую очередь мы должны реализовать, принять запрос и осуществить формирование ответа через определенную задержку. Самолеты, бортовая система предупреждения столкновений работают на небольших дальностях до 40 километров. Задержки там не очень большие, которые нужно выдерживать точно. Это десятки микросекунд, не больше. Поэтому достаточно быстро становится понятно, что использовать схему, когда приемник принимает данные, цифровывает, передает для принятия решения выдачи ответа на контроллер, и контроллер формирует ответ, а потом передает на отдельный передатчик, и это решение не подходит. Потому что, во-первых, это будет долго, мы, скорее всего, не сможем выдержать такую задержку. Во-вторых, даже если сможем, мы не сможем проконтролировать время передачи информации по шинам, соответственно, точная дальность не будет обеспечена, задержка не будет выдержана, и дальность не будет посчитана бортовым блоком. Соответственно, напрашивается решение, когда приемник и передатчик объединены в транссивер, и все присоединено к плису. И обработка сигнала, детектирование линии задержки, формирование ответа, все находится внутри одного модуля и не выходит никуда на шину. Дальше. Для реализации поддержки амплитудного метода мы должны создать 4 копии сигнала с разными амплитудами. Соответственно, понятно, что надо не один модуль приема передатчика с плис, а 4. А когда мы переходим уже к реализации поддержки фазового метода, становится понятно, что нам нужна когерентная система, Майма. Чтобы в реальности источник сигнала это самолет, сигналы когерентные получаются. Соответственно, мы должны сделать когерентную систему. Мы, используя общий гетеродин из одного модуля, его прокидываем по всем остальным и получаем возможность подыграть все возможные особенности сигнала для того, чтобы наше бортовое оборудование правильно определяло моделируемую ситуацию окружающих воздушных судов. Ну, под эти требования отлично подошел модуль 5791 ночной инструмент с плис. Собственно говоря, мы его используем. Надо сказать, что контроллер не остается в стороне, потому что он, несмотря на то, что не принимает решения о выдаче сигнала, он рассчитывает постоянно дальность для каждой цели и подготавливает данные, задержку, разность фаз, передает ее в плис, она сохраняется и по принятию запроса она уже использует данные, рассчитанные контроллером, выдерживает нужную задержку и отправляет ответ. Вот такая вот, так была решена задача подыгрывания ответов в бортовой системе предупреждения столкновения. Ну, вообще, задачи много, разговаривать об этом можно долго. Ну, собственно говоря, решили мы ее достаточно быстро. Первоначально мы не планировали. Попланировалось, что мы будем разрабатывать все железо сами. Я сейчас уже думаю, что, конечно, мы что-то бы нибудь сделали, но это было бы гораздо проще, гораздо менее точно и не так хорошо, как с использованием оборудования нашего инструмента, который действительно для нас послужил конструктором, и мы смогли уже спокойно разрабатывать программное обеспечение, не задумываясь об аппаратном. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей. Андрей является таким интересным примером, что ребята, которые команды самостоятельно разобрались с таким большим набором оборудования, с большим количеством сигналов, там и многоканальные, и ПЛИ задействуются, и навигационные сигналы. Все это было реализовано самостоятельно и продолжает реализовывать новые проекты. Очень хороший пример, такой показательный. И сейчас я хотел пригласить на сцену нашего еще нового гостя, уже многолетний опыт работы с этим.